Добрый день! Я, Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Мельхиседек. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, Любовь Сергеевна! Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы Вьясенева. Отец Мельхиседек, много вопросов, как всегда, к вам пришло, тем более после небольшого перерыва. Начнем мы с самого легкого и самого распространенного. Отец Мельхиседек, «Таинство венчания» – когда лучше венчаться? Сразу или по прошествии времени в браке? Ну а что значит по прошествии времени? Год, два, три? Какой в этом смысл? Дело в том, что всегда надо начинать по полной программе, с Божьего благословения. Дом мы строим с фундамента сразу, и если есть такая возможность, мы как стройкой занимаемся, фундамент есть разной марки. И 400-й, и 500-й. И поэтому не надо дождаться, посмотреть, когда здание будет рушиться, тогда, может быть, добавим еще марки побольше. Потому что этот фундамент вроде бы оказался слабенький. Поэтому нам предлагается благодать Господня, которая нам дается через Таинство Церкви. И поэтому лучше начать с благодати, начать с благословения, заложить правильный фундамент. И даже фундамент положить тоже с неким избытком, но по полной программе. Поэтому иногда бывает такое, что и меньшинные браки не бывают прочными, и без венчания они непрочные. Поэтому лучше использовать здесь все. И потом человек задает этот вопрос, наверное, сомневающийся в своем выборе. И задает этот вопрос на всякий случай, что, а вдруг придется разводиться, все-таки венчанный брак – это большая ответственность. И поэтому, может быть, сначала просто мы как бы попробуем. Но, слушайте, никто не пробует прыгать с парашюта без запасного парашюта. И поэтому здесь Таинство Венчания и Таинство Венчания как раз и есть еще один парашют. Потому что есть такая концепция социально-русско-православной церкви, когда расписанный брак церковью признается. И мы считаем, что союз мужчины и женщины, который подтвержден через роспись, через осознанный шаг, через продумывание всех последствий, которые будут после этого. Это и алименты, это и наследственность. И человек доверяет и идет на это в противовес и в противоположность так называемым гражданским бракам. Человек сознательно идет на законный брак, на законное супружство. И церковь это признает. Но полный Таинство и полный брак, конечно, это брак, совершенный и закрепленный Таинством Венчания. Не венчают и нас в церкви, не венчают и без государственного брака, без росписи и без осознанного, продуманного, взвешенного шага между супругами. Человек этот вопрос задает на всякий случай, подразумевая о том, что а если вдруг что-то случится, то можно, так сказать, спокойно развестись, не имея за собой вот такого ответственности, когда брак все-таки венчанный. Поэтому с Божьей помощью, с опованием на Господа, расписывайтесь, венчайтесь. И самое главное, самое главное, не роспись и не венчание не сделают брак счастливым. С счастливым брак делает общий, совместный труд по долготерпению, смирению, нахождению общего языка, и поэтому не сама роспись, не само венчание, это не палочка-выручалочка, это не волшебное какое-то действие, которое вдруг двух эгоистов вдруг сделает, так сказать, это счастливыми людьми. Если не будет ежедневной, ежедневной, если не изжечастной борьбы с собственным эгоизмом, то вряд ли что-нибудь из этого получится. Поэтому надо настраиваться именно, как кто-то из мудрых людей сказал, до брака у человека больше возможностей и меньше обязанностей. После брака у человека одни обязанности и почти никаких возможностей, одни обязанности. Поэтому надо на это настроиться. Настраиваться и самое главное, брак искать. Не чтобы тебя счастливили, а брак искать, кого ты можешь, как ты можешь сделать человека счастливым. Если ты этого будешь искать, то шансов у тебя, чтобы сделать человека счастливым, будет очень много. Если ты ищешь в браке, чтобы служили тебе и тебя делали счастливыми, и чтобы тебе было только в жизни хорошо. Но это как раз и есть тот эгоистический подход, который спустя какое-то время может потерпеть фиаско. Поэтому вступайте в брак с надеждой на все лучшее, вступайте в брак с желанием послужить. Помню заповедь Господа, который сказал, я пришел не для того, чтобы мне послужили, но для того, чтобы послужить. Если такой будет настрой, тогда и в браке, я думаю, все будет благополучно и счастливы. Тем более, что он будет подкреплен великой благодатью, таинством, венчанием. – Спасибо, батюшка. Почему нельзя причащаться, если живешь без росписи, но с одним мужчиной? Расходиться с любым человеком очень тяжело, причащаться хочется, потому что Христа люблю. Некоторые батюшки допускают, но я боюсь и не причащаю, ощущаю себя недостойной. Вот вопрос-то. – Интересно, а какие батюшки разрешают? Как раз это и есть то, о чем мы говорили, блудное сожильство. Хотя с одним мужчиной. Ну и что с одним мужчиной? Ну блудное сожильство, какая с одним или не с одним? Человек хочет выдать этим вопросом, выдать это за некое законодательство. – Что вы одобрили? – Нет. – Ну да, так вот, подсекст. – Ну слово «с одним». Слово «с одним». То есть, если бы не с одним, то это как бы понятно. – Ну так называемый гражданский брак, хотя это не совсем брак. – Ну даже на этом так не называют. И вопрос встает, так сказать, можно или нельзя в таком состоянии причащаться. Но если вы находитесь в смертном грехе, ну какое, так сказать, здесь святое причащение? Интересно, так сказать, Василий однажды сказал, что блуд – это даже не начало брака. Поэтому когда еще, когда задают еще в последующем, могут быть вопросы, а можно ли до свадьбы, а вот узнать, а не узнать, так сказать, слушайте, ну так сказать, блуд не может быть началом, так сказать, началом брака. И не может, так сказать, мы фундамент в фундамент закладываем, сразу закладываем грех, фундамент сразу закладываем какую-то мину под собственный дом. И поэтому здесь, конечно, так сказать, закон духовной жизни, они такие же, как законы физические, законы дорожного движения. Может, тебе кажется, что это был не совсем красный, но он красный. Тебе, может быть, кажется, что, так сказать, у тебя скорость, хватит, так сказать, обогнать машину. Но тебе кажется, то есть законы, они существуют независимо от того, что нам кажется. Нам кажется, что с одним мужчиной вроде, так сказать, это и не грех, и вроде бы как-то все это. – Так что не расписаться? Если же полтора будет, я никак вот тоже не пойму, но в чем дело-то? Один мужчина же, вот полтора, сколько она тут пишет. – Ну да. – Очень долго, я так понимаю. – А потому что никто не хочет нести никакой ответственности. Поэтому иногда так бывает, иногда так бывает. Она согласна, согласна жить с этим человеком, жить в браке. А ему-то не надо, потому что его это все устраивает. Потому что это обслуживающий персонал. – Ну, если ты обслуживающий персонал, надо же, так сказать, задуматься. Ну, кто-то для него, ну, кто-то. – Принимать решение, как христианки уже, если христианки любишь, уже делать вывод. – Ну, может быть, какая-то судьба у тебя законная, и человек, который на роду, должна была состояться какая-то чудесная встреча, а ты сама, так сказать, этого не позволяешь и не даешь место промыслу Божию, когда сами, как говорил отец Сан-Кристианкин, не берите на себя самодельных крестов. Не берите на себя самодельных крестов. Вот это самодельный крест, ну, кто тебя просил? – И потом рвется душа, рвется, так сказать, как все сердце развивается. Жизнь проходит, и в каком состоянии? И ты занят, и он занят, и непонятно, так сказать, во что дальше будет это выливать. Ну, если за полтора года. – Ну, да. Надо расписываться, и все. И вот решение всех проблем. – Батюшка, как относиться к священнику, который кричит на прихожан, постоянно ругает, требует благословляться у него на все действия в храме и вне его? То, что это послушание и смирение, понятно, но правильно ли это? – Ну, да никакое-то и не послушание, никакое-то и не смирение. Вот, если есть такая возможность, если это не деревня и не поселок городского типа, где только один храм и только один священник, ну, я бы, так сказать, бежал бы из такого храма. Вот, потому что, ну, так сказать, это все... – Благостарчество, помните, мы с вами говорили, такое есть явление сейчас, к сожалению. – Ну, если у тебя люди добровольно не берут, как ты можешь, так сказать, это заставить, тем более криком, чтобы на все брали благословение? Ну, это ровно противоположно тому, чего мы добиваемся. Мы добиваемся свободной духовной жизни, чтобы тебя слушали и слушали по любви и по уважению. Поэтому люди сами выбирают, так сказать, уже человека и священника, кому отдать послушание, кому искренне доверять, а когда через такие крики, требования, ну, это вообще просто человек не имеет права так поступать. Ну, а хорошо, а вопрос, так сказать, а если это деревенский храм, если храм только один, тогда что делать? Ну, все равно... – Приходить, молиться, причащаться и уходить. – В этот храм вся бы ходить, потому что благодать Божия через таинство действует в церкви, независимость от личности священника. Ну, а от этих криков надо подальше, вставать возле двери, вот, и начинается выходить, проветриться, чтобы всего этого не слышать. Ну, мне кажется, это немножко какое-то привлечение, потому что все-таки батюшки в нашей церкви русской православной делятся на хороших и на очень хороших. – На очень хороших. – Да, поэтому я не знаю, откуда такие берутся. – Ну, батюшка, ну, все, все бывает. – Нет, отец Малкеседек, следующий вопрос. Есть такая пословица – «Заставь глупого человека Богу молиться, он и лоб расшибет». Вера в Бога не должна быть чрезмерной. Да, есть такая поговорка. Не пословица, а поговорка. – Ну, тогда бы не было в нашей церкви, не было бы вообще святых. Потому что с месколи, так сказать, с практической точки зрения, это все казалось чрезмерным. Угод в монастырь – чрезмерно. Подвиги поста и молитвы – чрезмерно. Столкничество – чрезмерно. Юродство – чрезмерно. Преподобнические труды – чрезмерно. Светительские труды миссионеров, которые добирались, как Макарий и Алтайский, где на собах, где на олени, где пешком, все с точки зрения месколи человека – это все чрезмерно. Я бы здесь не сидел. Мне тоже говорили, что ты, так сказать, это чрезмерно, когда я в 17 лет пришел к Вере, сказать, что, слушайте, ну ладно, просто в храм ходить, просто в храм ходить, ну это как бы нормально. А ездить в Лавру, на все праздники и на буднях, быть в храме – ну это все чрезмерно. Ну а кто это устанавливал? Кто устанавливал эту меру? Поэтому здесь, а еще в Писании есть такие слова, не мерую, Бог дает Духа. Но если кому-то Господь дал ревность, кому-то дал жар духовной жизни, или старец Паисий, старец Паисий, который на самом потрясающее жизнеписание, которое выпустил Даниловский монастырь, одно из самых полных жизнеписаний старца Паисия, выпустил преображенский скид от Даниловского монастыря. Всем подвижникам веры, благочестия рекомендую. Вот старец Паисий говорит, я нес послушание в гостинице, то есть принимал паломников. И в это время он с детства, у него какая-то, на смысле, он с детства, у него был туберкулез, и были такие обострения, что я харкал кровью. То есть вот такая чрезвычайная была у человека, ситуация. Но по молодости, по молодости, у меня хватало сил, хватало стил. Потом идти помогать трапезнику, трапезнику, это тоже одно из самых тяжелых послушаний. И еще я пытался ухаживать за старца, за которым плохо ухаживал его послушник. А в монастырях обычно достаточно одного послушания. Но он видел, что люди внуждаются в его помощи. И он говорил, я валился с ног, я валился с ног, но при этом, при этом летал на крыльях. Испытывал такую радость и такое вдохновение, что я готов был бы еще что-то делать, если бы видел, как кто, видел бы тех, кто нуждался моей помощи. Но с точки зрения, так сказать, простого обывательства, есть наши, но это тоже все чрезмерно. Чрезмерно. Вот тогда не было бы святых. Но и еще в нашей жизни, в нашей жизни многие люди, даже в простых отношениях, боятся перетрудиться внутри своей собственной семьи. А я уже убирала, а я уже мыла, а я уже стирала, а я уже готовила. А я уже в магазин ходила. А я уже готовила и прочее, прочее. Или он. Как мужскую, мужскую вроде можно. Или он. А я сегодня, сегодня лампочку поменял. Да, в магазин сходил. А я сегодня в магазин сходил. И вот, значит, боятся перетрудиться. В отношении кого? В отношении любимого человека. Ну да, в семье собственного. Но если ты это не сделаешь, значит, это будет делать она. Если ты не будешь это делать, значит, это будет делать он. И старец Пейси потрясающе сказал нам всем примеры духовную формулу. За самоотверженную любовь. За самоотверженную. Значит, это честь сверхмеры. За самоотверженную любовь. Бог дает двойное здоровье. Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не бойтесь внутри своей собственной семьи по отношению к родным и близким перетрудиться, как вам это кажется. Потому что Господь именно таким людям, которые чрезмерно что-то пытаются делать в отношении своей семьи, в духовном плане, дают двойную благодать и двойное здоровье. Поэтому нет этой меры. И кто устанавливает эту меру? Утренние вечерние молитвы – это мера? Этого достаточно? А если у человека есть иное желание добавить одно, другое, третье, так сказать, полчаса молитвы – это достаточно или нет? Возле кровати посидеть, так сказать, или навестить друга, ограничиться получасом или часом или полтора. Вот что здесь будет мера? Полчаса – достаточно час или полтора. Или больше. А никто не знает. Никто не знает. Для кого-то это достаточно и получаса. А у кого-то есть расположение и есть силы. Но сделай больше, если ты это можешь. Это же все идет по расположению и по велению сердца. Поэтому назвать что-то чрезмерным в отношении нашей веры – это, конечно, очень сложно. Спасибо. Замечательный ответ. Как бороться против хольных мыслей? Они постоянно преследуют, появляясь в голове против воли. Что-то, правда, не знаю, что за хольные мысли. Ну, дело в том, что, в Василии, часто такое бывает. Люди даже, ну, вот из священческой практики идет самый ответственный момент богослужения – хирургимское, евхиатический канон или момент святого печищения. И многие сейчас это рассказывают, ну, и это и видно по жизни. И вдруг ты идешь к святой чаше или в момент хирургимской, а в башке, в башке, неизвестно откуда взялось. Слушай, только что видел девушку или, так сказать, видел юношу или мужчину, или женщину, и начинаются, начинаются такие сцены, такой кинематограф, так сказать, что ты даже сам этого не мог, ты мог просто сделать какую-то оценку, да, симпатичный, красивый человек. Но дальше началось голливудское кино. И человек сам потрясается. Я же этого не хотел. То есть, ну, я просто посмотрел, сказал, что красивый человек. А зачем дальше-то пошли, так сказать, какие-то сцены личного плана? И человек, так сказать, переключается на это, начинает переживать, расстраиваться, вот никак не может прийти в себя, вот такой бурный наплыв, как хуйный помысл, или наоборот. Да все это чушь, да ничего этого нет. Относительно веры, таинств, вот, относительно молитвы, это очень часто у людей бывает. И поэтому правильно люди за это говорят. А что в этом плане делать? Лесичник говорит, что хуйные помыслы надо просто презирать. Ну, не всякие это... Да, а каким образом, если это картинка, как вы сказали, голливудская? Нет, не стоит даже ее начать рассматривать, а сосредоточиться на том, что происходит. Я иногда пример приводил, чтобы больше понять, а как вот презирать? Вот как? Так, например, выходим из метро. Выходим из метро. Это редко бывает, но вечерами, может быть, сейчас летом, вот я сам, так сказать, эти масса таких случаев, это было. Выходишь из метро, встает группа молодых людей, и ругаются матом. И что-то до тебя долетело. Так? Что в таком случае надо делать? Я говорю, руки в ноги, и быстрее, быстрее домой, чтобы не долетали эти песни, не долетал этот разговор. Но если, но если, мыслью остановиться и сказать, интересно, а вот это мат или не мат? А подожди, а сколько же им лет? А что же они делают? Ой, а там еще среди них девчонки есть. Ой, да еще они... А, да они еще и курят. Ой, да они еще и пиво... Значит, что получилось? Значит, вы на этой ситуации, на этой истории застряли. Вы застряли, вы забуксовали. Вас это никак не касалось. Надо быстро было пролетать мимо. И не фиксировать то, что происходит информацией, которая поступала снаружи. То же самое, то же самое бывает внутри, когда бесы внутри нас, образно говоря, начинают ругаться матом. Это не мое. Я этого не хотел. Но это бесовская работа. Потому что Маккай Вики говорил, дьявол, дьявол, духовная сущность. Дьявол, духовная сущность. Наш ум тоже духовен и нематериален. И он имеет доступ к нашему, к нам, через наш ум, через мысли, которые нам он подбрасывает, для того, чтобы мы на них остановились вниманием. Надо эти мысли, вот то, что мы заходим мыслями, надо их просто презирать, не обращать внимания и сосредоточиться на положительном и духовном. Святитель Феофан предлагает дальше идти и говорит, противоположность этим мыслям и этому греху, и этим, так сказать, образом, надо включить молитву до тех пор, до тех пор, до тех пор, пока не сгладятся эти мысли из нашего сознания. Это все равно, что как вынуть занозу. То есть она попала, но начинаю ее вытаскивать. Здесь, так сказать, вопрос может быть спорным. Потому что, начиная молиться против этих мыслей, и у тебя, так сказать, идет богослужение, идет молитва, идет, а, или утреннее вящение молитвы, и такое бывает, во время утренних вященников молитвы, тоже какая-то чушь. Но смысл-то в чем? Бесовская работа, чтобы отвлечь наше сознание на них. И поэтому, если, можно так сказать, эти мысли надо уметь презирать, и в краткую включить монету, что Господи, одно слово, Господи, не соизволяю, Господи, очисти, Господи, помоги. Но еще есть науфтинские старцы, Анатолий Зерцалов, он говорит о том, что, а к этому был повод. А какой? А к этому был повод. И вот он говорит, хульные, блудные, нечистые помыслы чаще всего мучают и беспокоят людей гордостных. Людей гордостных. Когда человек подумал, я не такой, как прочие человеческие. И бах, тебя с неба на землю. Ты думал, да, вообще ничего. И вот вдруг, неужели такое может быть? Да, может быть. И за осуждение. Но обычно людям гордость, но свойственно и осуждать. И вот он говорит, за гордость и за осуждение часто бывают люди мучимы вот этими самыми хуйными помыслами. Поэтому надо и причину искать, в ней покаяться, и научиться не обращать на это внимание, потому что человека могут довести в конце концов просто до истерики. Слушайте, такие мысли у меня, да, да я же не хотел, да, а у меня опять. И человек зациклился, 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 оставил молитву, стал себя, так сказать, осуждать, стал, так сказать, я вообще последний грешнейший человек, потому что у меня такие мысли появляются. А это не его мысли, это не его состояние. И не было его воли, не было его соизволения на эти мысли. А человек-то начал буксовать, на это чрезмерно обращать внимание и запутался. И запутался. Короче, молитва и призвение этих помыслов, и борьба с гордостью, и с осуждением. Да, иначе, наблюдал недавно, к чаше идут, так, тетушки переругались, ну, слушайте, вообще уже, я говорю, ну, сестры говорят, к чаше идут уже, даже не выдерживают. Бывает. Бывает, Батюшка, бывает. Вот сама свидетель недавно. У нас, у нас такого не бывает. вот, у вас, нет, это очень часто бывает в каких-то, на празднике, не в приходских храмах, а в храмах других, больших, где собираются... и посторонние люди, и разный, и посторонние, и показалось, что кто-то зацепил, кто-то не так. Батюшка, скажите, можно ли работать в коммерческой фирме, которая ведет двойную бухгалтерию, имеет проблемы с налоговой инспекцией? Главное, чтобы у нее, наверное, проблем не было. Слушайте, ну, там, где проблемы с налоговой инспекцией, тем более, если вы бухгалтер, нельзя работать точно. Если вы сотрудник, если вы сотрудник, то за проблемы с налоговой инспекцией и с двойной бухгалтерией будет отвечать руководство. Да. А если вы имеете отношение к руководству, имеете отношение к бухгалтерии, вот, то, ну, как говорится, есть все до поры до времени. Это как лотерея. Это как лотерея, так сказать. Поэтому я бы не советовал. Тем более, если вы бухгалтер, а начальство, начальство вас заставляет это делать, и это делать вне закона, что вы не можете, так сказать, сделать нормальную документацию, которая бы вас, так сказать, от проблем налоговой отвела, то, в конце концов, так сказать, начальство останется в стороне, отвечать за все придется вам. Поэтому подставляться, подставляться, особенно в делах бухгалтерии, не рекомендуется категорически. Батюшка, спасибо большое. У нас буквально полминутки осталось до окончания. программы ваше пожелание нашим зрителям с Петровский пост, который бьет особое к вам отношение, а вы к нему. Пожалуйста. Блаженый Августин однажды сказал, что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, и что бы вы ни ткали, пусть ваши нити крепятся к небу. сердечно благодарю, отец Мельхиседек, за то, что вы так сегодня обстоятельно отвечали на наши вопросы. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Я, Любовь Акенна, сердечно благодарю все, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство церкви» с Архимандритом Мельхиседеком. И я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова